27 апреля в зале администрации глава района Заур Хамирзов чествовал ликвидаторов Чернобыльской аварии. На встрече присутствовали председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов, главы сельских поселений, начальники управления администрации района, виновники торжества. Открыл встречу глава района Заур Хамирзов. Он отметил, что проведение подобных мероприятий стали для нашего района традиционными. Сейчас на территории Кашкабльского района проживает 37 ликвидаторов Чернобыльской аварии. Я хотел бы всех здесь присутствующих поблагодарить, что вы нашли сегодня возможность присутствовать на этом собрании. Пожелать всем вам здоровья в первую очередь, счастья, семейного благополучия. Именно с вас подрастающее поколение должно брать пример. Именно вы сейчас являетесь историей, людьми, которые в свое время, в конце 20 века, приложили все усилия для того, чтобы авария, которая произошла на Чернобыльской аварии, она не получила свое продолжение. Сейчас самое большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. И именно с вас подрастающее поколение должно брать пример, отмечает глава района. Затем к чернобыльцам обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. От души рад видеть вас сегодня в этом зале и сказать теплые слова. И пожелать вам прежде всего здоровья. Здоровья, здоровья, что вам очень необходимо. Конечно же, благополучия, счастья всех земных. Все, что человеку земному, то и вам. Свои слова благодарности выразил и директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов. Мы горды вами, не зная всей сути тоже ограниченной информации. Вы практически были на войне, рискуя своей жизнью, своим здоровьем. И чтобы долгие-долгие годы еще ваш состав с вашим здоровьем, чтобы вы могли праздновать этот день. И чтобы дальше таких катастроф у нас не было, чтобы мир и здоровье вас всегда сопутствовали. На встрече выступила вдова чернобыльца Тамара Басавина. От имени вдов чернобыльца хотела бы поблагодарить главу администрации, главу местного самоуправления, которые не забывают этот день. Этот день трагедии для каждой семьи чернобыльцев. Вам всем здоровья, всем присутствующим, вам, вашим семьям, вашим близким, чтобы вы еще долгие годы были вместе с нами. Ну а вам спасибо за то, что вы не забываете об этом дне. Это день, который вошел в историю. И долгие годы будем говорить учащимся о том, что такая трагедия унесла жизни многих людей и продолжает уносить. Это трагедия, которая произошла в Хиросиме и Нагасаке, сравнимо, сопоставима с нашей трагедией. И многие поколения, наверное, еще будем ощущать на себе эти заболевания. Это изменения мутаций, всякие могут происходить. И поэтому хотелось бы, чтобы ваши дети, ваши внуки избежали всего этого. Здоровья вам на долгие годы. И спасибо всем присутствующим за то, что вы помните нас, о вдовах Чернобыля. Не забывайте. Всех вам благ и здоровья. С ответным словом выступили сами виновники торжества. Конечно, уходят люди те, которые поймали большую очередь поздно. И у кого здоровье немножко было подшагано. Я хочу вас поздравить с тем, что мы дожили до этого дня. И что мы можем встретить друг друга и честно посмотреть в глаза. А вот эта книга была создана, последняя книга. И здесь очень много интересного написано. Я хочу вручить эту книгу главе нашей администрации, чтобы она у них не была. И пожелать здоровья нам и удачи. В заключении встречи участники сфотографировались на память.